Привет! Сегодня мы поговорим о такой проблеме Он думает только о себе Что делать, если вам кажется, что мужчина думает только о себе? Почему это интересно? Дело в том, что совершенно разные женщины, которые обладают разным темпераментом, разным характером разной даже скоростью речи, разным голосом говорят эту фразу Ты думаешь только о себе или если говорят в третьем лице, он думает только о себе с одинаковым эмоциональным наполнением, с одинаковой интонацией Почему так происходит у совершенно разных людей? Есть две вещи, которые нужно учитывать Дело в том, что в фразе «мужчина думает только о себе» только это преувеличение, это сверхобобщение Бывают еще такие усиленные фразы «мужчина всегда думает только о себе» Понятно, что «всегда и только о себе» это нереально И вторая вещь, это что во время конфликта обычно мы эмоциональны и фокус внимания переходит с себя на партнера Не я, а он Если вот это суперобобщение и этот перевод фокуса учесть, то фразу «он думает только о себе» можно заменить фразой «он недостаточно много думает обо мне» А если добавить здесь еще субъектность, то фраза будет звучать так «Мне кажется, что он недостаточно много думает обо мне» Или «я чувствую, что он недостаточно думает обо мне» Согласитесь, что с такой формулировкой проблемы уже можно разговаривать и возможен диалог Дело в том, что я это во многих видео своих говорю Основная проблема, которая бывает в отношениях, корень любой проблемы Это, ну можно по-разному это называть, прерванный контакт, пересеченная транзакция, заблокированная любезненозная энергия Если говорить просто, то люди друг друга не слышат Нету связи между людьми, когда они друг с другом разговаривают Такой пример Женщина хочет, чтобы мужчина ей оказывал знаки внимания в виде спонтанных, незапланированных подарков То есть, подарок, цветы без повода Мужчины же, в свою очередь, жертвуют поездкой, предположим, на рыбалку со своими друзьями Для того, чтобы побыть вместе с женщиной Поскольку они не говорят друг с другом То каждый считает, что сделал что-то для общих отношений И каждый остался неудовлетворен Люди друг друга не слышат Ну, тут понятно, если женщина скажет, что я хочу, чтобы ты мне дарил спонтанные, незапланированные подарки Они перестанут быть спонтанными и незапланированными Итак, что же делать? Я думаю, что ответ здесь один Нужно учиться слышать друг друга Об этом можно говорить снова и снова Это не перестанет быть актуальным Люди столько времени, сколько они находятся в отношениях Столько времени они стараются постичь этот дзен взаимопонимания Просто важно понимать, что в каких-то ситуациях мы друг друга действительно не слышим Поверьте, часто это ситуации стереотипные Они проявляются в одно и то же время И они не стоят того, чтобы на них зацикливаться Вообще, тема отношений, тема очень серьезная, всепоглощающая И самое главное, она индивидуальная Поэтому здесь нет каких-то стандартных ответов на вопросы Если у вас есть конкретный вопрос, пожалуйста, пишите, задавайте Я обязательно отвечу на все ваши вопросы Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео в будущем И берегите себя и своих близких Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!